Приветствую вас! Вы знаете, мне после прочтения вашего текста начало казаться, что очень долгое время вы себя, скажем так, забивали, принижали, обесценивали. Например, очень долгое время вы не обращали на себя внимания. Очень долгое время вы игнорировали себя, игнорировали свои чувства, игнорировали свои потребности, может быть, игнорировали свои чувства, которые у вас были. И по итогу, по итогу, все, что сейчас происходит с вами, это именно следствие данного аспекта, следствие данных ситуаций, следствие данных проблем. И мне кажется, что, вы знаете, вот вы пишете, да, что нужен конкретный перечень, правда, конкретный перечень чего, если честно, я не понял. Тут вот мои коллеги описались, что конкретный перечень будет после работы, но мне бы, я вот, честно говоря, не понял, конкретный перечень чего вам нужен. Вот. Плюс вы даже не написали, чего вы хотите. Вот. Поэтому я думаю, что... Первое, что нужно сделать, это сформировать ваш вопрос, да, то есть, чего вы хотели бы, например. Это первое. И второе, это сформировать форму реализации того, чего вы хотите. То есть, вы говорите, что им не любите рамок в управлении, союзник и наздавник очень необходим. Но, что вам нужно такая вот, вам нужно такая вот, равноправная, может быть, немножко дискуссионная, да, такое взаимодействие. В принципе, я полагаю, что это вполне возможно сделать. Вот. Возможно, даже вам захочется на какие-то темы по спорить, да, подискутировать. Это, мне кажется, именно в вашем случае это нормально будет. Вот. Значит, что сейчас происходит? Сейчас, на данный момент, происходит такая история, что вы подавляете свои чувства. и руководствуете столько тем, чем, что надо. То есть, надо, да? Не хочу, а надо. Вот. Плюс, есть определенный набор действий у вас, есть определенный набор ситуаций у вас, есть определенная когнитивная карта, так называемая, которую вы используете для достижения своих целей. И когда цели меняются, а когда жизненная ситуация становится другой, а ваше поведение не меняется, ваша когнитивная карта остается той же, то есть, поведенческая модель остается такой же, то ситуация становится, вот, достаточно печальной. Вот. И в результате чего развивается кризис. То есть, когда человек не меняется, не проявляет адаптацию, не адаптирует. Вот. Отсутствие адаптации связано, как правило, со страхом. Со страхом. Ну, люди называют это космосным мышлением, люди называют это негибкостью. Вот. Я называю это, собственно говоря, именно страхом. То есть, человеку всегда страшно меняться. Человек всегда чего-то боится. Он боится либо боли, либо, соответственно, осуждение. Вот. Либо у него стыд. То есть, тут вот такая история. Я думаю, что в основе любого такого вот костного поведения лежит страх. Ну, тут уже как, тут уже соглашаться или нет, с этим это уже исключительно вам решать. Безусловно, есть запреты. Безусловно, есть запреты. Безусловно, есть возможно запрет на то, чтобы быть счастливой. У вас, вот, так называемый жизненный сценарий без счастья. Вот. И самое интересное, что вы не чувствуете себя в безопасности, не чувствуете себя в определенности. То, что вы растолчили, да, это как раз-таки защитный механизм. Это защитный механизм, и вот, собственно, я думаю, что так вот и нужно с вами работать. Вот. Значит, опять же, я не очень понял, да, конкретный перечень, с чего вы хотите. Если вы не любите рамок и управление, то, соответственно, никаких, сейчас, моделей я вам представлять не буду. Вот. Просто мне кажется, что для начала вам нужно снизить свой эмоциональный нокал, да, то есть, вот сейчас у вас есть джуслани там внутри. Вот, вам нужно что-то выразить, вам нужно что-то высказать. Значит, выписать этот сел. И после этого вы уже не сможете, смотрите, я думаю, что это меня. То есть, определенно есть тема, которая вас волнует. Вот, определенно. И для того, чтобы сформулировать по этим целям, по этим моментам, которые вас волнуют, в свою позицию, да, нужна обратная связь. Обратной связи нет. Вы как будто в невесомости. Я думаю, что именно вот эта невесомость и привыкает вас в состояние депрессии. Когда кажется, что все чувства, да, все желания не имеют никакого смысла. Все цели призрачны, потому что что бы я ни делал, все равно ничего не получает. Ну вот. Вот, в принципе, такая история. Наверное, больше ничего говорить не буду, да, потому что все остальное надо бы выяснять в личной беседе с вами. Тем более, что вы сказали, что, опять же, никаких рамок и управления вы не любите. Ну вот. Хочу только заметить, хочу только заметить, что... Вот, как вы думаете, на чем базируется ориентир? Вот, как вы думаете? На чем? Откуда у человека появляется ориентир? Вот мне кажется, что это очень... очень важный момент. В какой момент вы начали испытывать трудности? То есть, было ли у вас когда-то все хорошо? Когда вас все устраивало? На каком основании вы брезгиваете одноразовыми отношениями? То есть, если вот вам хочется секса, да, например, а одноразовыми отношениями вы брезгиваете. То есть, это же ведь ориентир? Правильно? Это же ориентир. Вот. Получается, какие-то ориентиры есть. То есть, если влезли в долги, это проявление запретов, отсутствие правил, личных правил. Вот. То есть, вот я предлагаю вам задуматься об этом. О ценностях и о правилах своих, вот, жизненных, жизненных правилах, которые бы вы могли использовать в своей, ну, вот, в повседневной жизни своей. А вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом все, в принципе. Надеюсь, что помог вам. А вот вы пишите, что у вас есть ощущение, что сами все создали. Да. Вы, может быть, создали все сами. Вопрос, для чего? Вы не создали бы этого, если бы не было цели. А цель есть. Какая-то. И весь вопрос в том, что это за цель. Какая цель. Смотрите. Возможно, вы эту цель не осознаете. Возможно, эту выгоду с вами сейчас не осознаете. Но вот задайте себе этот вопрос. Без обвинения, без критики. Просто спросите, зачем я это все сделал? Что я получил сейчас? Вот что я сейчас получил? У меня куча минусов, да? Куча минусов. Нет желания вставать, произошло выгорание в профессии. Успеха не сложилось. Карьеры тоже. Семьи нет. Хочется сбежать из серой жизни. Интима нет. Ребенка нет. Мужчины нет. Живу с родителями. Денег не хватает. Куча, куча, куча минусов. Куча минусов. А плюс какой? Что вы приобрели? Что вы приобрели? Подумайте. Берите самые невероятные варианты. Берите самые, кажется, казалось бы, самые бредовые вообще варианты, какие только есть. Берите. Но нужно, чтобы вы увидели, что вы получаете. Вот. То есть все это, все это, все. Ребенок, муж, карьера, значит, внешний вид. Да, ваш. Все это вы принесли в жертву. Ради чего-то. Ради чего-то, чего вам не хватало. А цели свои. Вот. Ориентиры. Да. Все это вы принесли в жертву. Ради того, чего вам не хватает. Вот, собственно, ключевая история. Всего вам не хватает. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова